Дай почитать. Продемонстрировать всем заинтересованным то тайное, скрытое и необсуждаемое, что лежит в основе со школы знакомых произведений – «Ревизор», «Идиот», «Преступление и наказание» и многих других. В 2004-2008 годах в Сорбоне прошел цикл симпозиум «Семиотика страха», «Семиотика безумия», «Семиотика скандала». Книга «Безумное искусство» – своеобразная антология, в которой представлены прошедшие испытания временем доклады участников. Разумеется, книга состоит из трех больших частей – «Страх», «Скандал», «Безумие». Итак, страх – корень и человеческого бытия, и творчества. Мария Виролайнен подробно описывает роль страха и смеха в эстетике Гоголя, сосредоточившись на гоголевском «Ревизоре». Нора Букс пытается проследить путь избавления от страха от Ивановых до дяди Вани Чехова. Леон Токер подробно анализирует тему массы и страха в лагерной литературе. Слово «скандал» обозначает происшествие, нарушающее порядок и позорищее его участников. Особый интерес представляют типологические особенности темы скандала у Достоевского. Конечно, трудно писать после Аскольдова и Бахтина, но Дмитрий Сегал и Нина Сегал-Рудник упрямо пытаются разобраться со скандалами в творчестве Достоевского. А известный петербургский литературовед Игорь Сухих рассматривает Достоевского и Чехова как удобный пример для наблюдений. Любопытная статья Александра Кобринского «Абариуты между эстетическим вызовом и скандалом» рассматривает литературный скандал как неотъемлемую часть литературного быта. При этом надо разделять понятие эстетического вызова и эстетической провокации. Эстетический вызов – это оскорбление общепринятых норм, а эстетическая провокация всегда предполагает целью вызвать резкую реакцию провоцируемой стороны. В качестве примеров – известные провокации Шкловского, доклад Маяковского «Левее лефа» и описание реакции буржуа на прочитанное Маяковским в «Бродячей собаке» 11 февраля 1915 года знаменитое стихотворение «Вам». А также известные эпатэ абариутов «Безумие» представлены рассуждениями Вадима Руднева о романе Федора Сологуба «Мелкий бес» как энциклопедия шизофренического сознания на всех его стадиях. Любопытна и гипотеза Ефима Курганова, посвященная интерпретации бреда и бреду интерпретации. Итак, безумное искусство, страх, скандал, безумие не только для филологов, а для всех заинтересованных читателей 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!